На Крестовского 35 пыльно и шумно. Так всегда, когда люди и техника трудятся вместе. Ремонтируют участок длиной более полутора километров. Сейчас работают на тротуаре. Расскажите, пожалуйста, что сейчас делаете? Доски ставим. Для чего? Бетоном заливать. Бордюры, будущее? Хоребрики. А еще демонтируют старое тротуарное покрытие. Скоро заменят асфальтобетон на проезжей части. Он износился почти на 70%. После ремонта дорога станет не только качественной, а и безопасной. Здесь будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и местами в районах пешеходных переходов будут установлены перельные ограждения. Все завершить рабочие должны к концу апреля. Для жителей Балаклавы этот ремонт долгожданный. Поэтому ждут результата. Когда было, ремонтировали я эту дорогу, я не знаю. Но пока я тут живу, вот несколько лет, я не видела этого ремонта. Теперь будет все аккуратненько. Я думаю, будет все красиво, ровно. Все ждем, все очень рады, что идет какая-то реконструкция города, удобство для города. В 2019-м по национальному проекту уже привели в порядок несколько балаклавских автодорог. Это участки на Новикова, Крестовского, Кирова и других улицах. А вскоре планируют начать работы на Ялтинском шоссе. Это Ялтинское кольцо, которое будет неким препятствием движения жителей Балаклавы в город Севастополь. Поэтому еще в прошлом году были выполнены такие работы, как на улице Новикова, Ракетной, Спартаковской, для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение жителей Балаклавы в Севастополе. Всего в 2020-м безопаснее и качественнее станут 10 дорог Балаклавы. Их общая протяженность составит около 10 километров. Анастасия Синица, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.